Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины по книге «Великие музеи мира» и описание этих работ. Скорселина. Обращение Павла. 1590-1595 годы. Дерево-масло. 39 на 55. Данный сюжет фигурирует в литературе под двумя названиями – «Обращение Павла» и «Обращение Савла». Это объясняется следующим обстоятельством. Будущий апостол был иудеем и поначалу ярым ненавистником и гонителем христиан. Римское гражданство его отца, фарисея, обеспечило статус римлянина и Павлу. Однажды, согласно евангельской книге «Деяния святых апостолов», на пути в Дамаск он неожиданным образом услышал неведомый голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Его поразил столб света, и он на три дня ослеп. Так к нему обратился Господь. Это физическое ослепление явилось одновременно его духовным прозрением. Иудей Савл стал Павлом, одним из самых ревностных апостолов христианства. Таким образом, данный сюжет должен называться «Обращение Савла». Деяния рассказывают об обстоятельствах обращения, падения Савла с лошади, ослепленном сиянии. Все это изображали художники Возрождения и Барокко. Самая впечатляющая интерпретация евангельского события – фреска Микеланджело в капелле Паулино в апостольском дворце Ватикана. Картина Скорселина, конечно, не может сравниться с названным творением ни по масштабу, ни по духовной полноте воплощения рассказа, ни по живописному мастерству. Как иллюстрация евангельской истории, она стоит в ряду множества других произведений мастеров кризисной поры, заката, эпохи Возрождения. Вот такое описание из книги «Великий музей мира» к работе Скорселина «Обращение Павла. 1595 год». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok